Состояние удовлетворительное, так врачи оценивают здоровье казахстанцев, которые вчера были эвакуированы из китайского Ухани. Сейчас в многопрофильной больнице недалеко от столицы находится около 83 изолированных пациентов. Все они под круглосуточным наблюдением пробудут около 14 дней. Как они себя чувствуют и какие им создали условия, расскажет Динара Жамбатырова. Сейчас мы находимся у ворот многопрофильной больницы, куда буквально вчера эвакуировали студентов из города Ухань. Как вы видите, этот центр в тезиопульмонологии. Студентов разместили в специальный отдельный блок. Никого не впускают и не выпускают. Работает патруль. Всех, кто вчера прилетел спецбортом из Ухани, привезли сюда. Комплекс был построен в прошлом году специально для лечения сложных инфекционных заболеваний. Потому оснащен он, что называется, по последнему слову техники. У него уникальная система вентиляции. Каждая палата отдельная изолированная вентиляция, приточно-вытяжная, отрицательное давление. То есть воздух из коридоров, палата не поступает. То есть смешивание не происходит. Попасть в объект, который можно сравнить по условиям безопасности с режимным, очень сложно. Здесь все строго по пропускам и только по заранее спланированному согласованию. Кто нарушит режим, все. Это значит, что те, кто нарушит правила, останется в карантинной зоне как минимум на 14 дней. Столько же здесь будут находиться эвакуированные из Китая казахстанцы. По словам врачей, все не чувствуют себя хорошо. Явных признаков коронавируса ни у кого нет. Но у некоторых зафиксировано повышение температуры тела. На борту одна пациентка температура 37,4. На входе в госпиталь уже температура была нормальная. За все время наблюдения ни у одного из пациентов повышения температуры не было. Было только першение в горле и небольшой насморк. В палате находятся по два пациента. Им не разрешают выходить даже в коридор. Встретиться с ними и узнать лично, как они себя чувствуют, нам по понятным причинам не разрешили. Но поговорить по телефону все же удалось. Пациентка рассказала, что их вещи забрали на дезинфекцию. Правда, всем необходимым отзубных щеток до носков обеспечили. Уважаемый казахстанский народ, все мы прибыли на родину. Мы находимся под постоянным присмотром врачей. У нас все хорошо. Огромное спасибо всем тем, кто от чистого сердца переживал за нас. Спасибо государству. Дома в Казахстане и настроение другое самочувствие намного лучше, рассказывает студентка Изуханя. По ее словам, все, что они пережили, словно по сценарию голливудского фильма. Дату вылета никто не знал до последнего. План эвакуации был строго спланирован. Рассчитан каждый шаг. Оказывается, помогали координировать все действия ребята из того же Уханя. Это бывшие студенты, которые там учились, уже вернулись в Казахстан. И вот они из Казахстана сами проявили инициативу. Начали организовывать эти чаты, группы, студентов успокаивать. И были на связи с администрацией вузов. Потом с посольством наладили контакты. И вот между госорганами и китайской стороной они были, по сути, связующим звеном. Тем временем прямое авиасообщение с Китаем с завтрашнего дня будет закрыто. Пересекать границу смогут только официальные делегации и грузы. Такие же меры вводят еще как минимум 27 стран. Здесь же, в нашей стране, без преувеличения, каждый под бдительным присмотром. Всех, у кого хоть малое подозрение на неизвестную инфекцию, госпитализируют. Также госпитализировано в изолированных боксах 89 человек с температурой и жалобами на острые респираторные вирусные инфекции. В стационарах на сегодня остается 46 человек, выпьется на 43. У всех госпитализированных мы берем и отправляем пробы для дополнительного контроля в Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Айкимбаева в городе Алматырь. В этом центре освоена методика ПЦР-диагностики нового коронавируса. Число зараженных выросло до 17,5 тысяч. Но тех, кто победил эту заразу, становится больше. На сегодня почти полсотни человек вернулись к своим родным и близким.